МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восточная Армения представила в Европарламент программу «Перекресток мира. Армянская идентичность. Исламизированные армяне. Презентация грамматики Амшена». Фильм «Инны Саакян. Рассвет Авроры» удостоился главного приза жюри 16-го фестиваля франкофильмов. Вот почему нынешняя республика Армения не может претендовать ни на один сантиметр территории, отличной от той, с которой она решила стать новой страной в 1991 году. Именно поэтому я категорически заявляю, что для этих целей не имеет значения, кто был первым политическим деятелем республики Армении, какими бы ни были его фамилии или имя, и какова бы ни была его идеология. За 30 лет никто абсолютно ни на что не претендовал в территориальных вопросах и не может претендовать на какую-либо территорию в будущем, так как страна юридически не способна это сделать. Однако, несмотря на все это, власть республики Армения никогда не сможет претендовать на территорию за пределами 29 800 квадратных километров. Совсем другое дело, что настаивая на защите исторической и правовой лжи, установленной всемирной структурой о том, что они единственные армяне в мире и живут в единственном армянском государстве в мире, и другое дело, что они могут осмелиться делать публичные заявления, противоречащие армянским национальным интересам и способствующим интересам наших врагов. Следовательно, никто из нас не может позволить какой-либо власти в республике Армении отрицать существование армянского государства 1920 года и его граждан-армян, все еще живущих в Западной Армении, узурпированной Турцией и Азербайджаном, и всех нас, кто родился и живет в изгнании с нашей армянской родины, хотя многие из тех, кто читает это, все еще не знают, что мы являемся исконным народом Западной Армении, что было признано в 2007 году Организацией Объединенных Наций. Руководители республики Армении могут делать все, что угодно, чтобы сохранить целостность 29 800 квадратных километров, которыми они управляют, но они не могут идти против армянских национальных интересов, не могут отрицать существование армянского государства 1920 года и его прабраемника, которым является наша республика Западная Армения. Они могут делать что угодно, но они не могут сказать, что Нахидживан, Арцах, Джабах, Карс, Ардаган, Манасгерт, Ван, Ерзенка, Ерзеруми, Диарбекир, Трапезунд, Битли, Сибас, Харпут, Муш и Сасун не являются армянскими провинциями. Прежде всего, они не должны осмеливаться ставить под сомнение армянскую природу горы Арарат, утверждая, что это не армянская гора, что это турецкая гора или что она принадлежит к территориальной целостности Турции. Это было бы предательством. Арцах, несомненно, является армянской провинцией, а гора Арарат – самая известная гора Турции. Арцах, бесспорно, армянская область, а гора Арарат – самая армянская гора в мире, самая высокая точка и символ нашей республики Западная Армения, как продолжение армянского государства 1920 года. Алматинские протоколы 1991 года были подписаны с главной целью – распустить Советский Союз, и для лидеров республики Армения является проблемой. Положить этот документ на стол или нет, согласовать с тем, что он хочет с Азербайджаном, что армянские лидеры не могут согласовать с Азербайджаном, так это договорится об отмене армянского суверенитета над нашими государствами, на Хадживаном и Арцахом. Они не могут признать права Турции ни на одну из оставшихся провинций, составляющих нашу республику. В заключение я хотел бы сказать, что единственные правовые и юридические границы, существующие между армянами и турками, – это границы, установленные президентом Соединенных Штатов Америки. Вудро Вильсон выступил со своим орбитажным решением, которое он вынес 22 ноября 1920 года. Это окончательное и не подлежащее обжалованию решение стало международным правом, определяющим правовые и нынешние границы государства Турция и нынешней республики Западной Армении. Такова армянская реальность. Вы, осознавшие армянскую реальность, должны распространить объективные истины, содержащиеся в этой письменной декларации, среди ваших армянских знакомых, и передать их дальше. В этом первом официальном действии в качестве посла нашей республики Западной Армении приглашаем всех армян мира присоединиться к нам, чтобы вместе мы смогли реализовать соответствующие стратегии по возвращению каждой из наших армянских провинций. В парламенте Великобритании прошли обсуждения «Международная поддержка беженцев Арцаха». В ходе обсуждений депутат Кэрол Монаган в своем выступлении отметила, что недавние военные операции между Арменией и Баку показывают, что возможный конфликт может быть не за горами. Несмотря на то, что недавно они провели переговоры по мирному соглашению, напряженность остается высокей. И если будет заключен мир, он, безусловно, будет хрупким. В прошлом году некоторые из нас в Вестминистерском зале говорили о блокаде Бердзорского коридора, основного маршрута поставок из Армении в Арцах. В то время несколько уважаемых лиц подчеркнули возможность голода и гуманитарной катастрофы. Российские миротворцы в лучшем случае были наблюдателями, а в худшем активно поддерживали продолжающееся преследование местного армянского населения. Она, с сожалению, отметила, что результат, которого больше всего опасались, сбылся в сентябре прошлого года, когда бакинские военные изгнали армянское население после 9-месячной осады. Многим эта этническая чистка напоминает совершенный против армян геноцид 1915-1923 годов. Примечательно, что исторический геноцид признали около 34 стран, в том числе США, Канада и Франция, а Великобритания этого сделать не смогла. Отрицая официальное признание исторического преступления, правительство Великобритании продолжает делегитимизировать коллективную боль, которую переживает армянское общество, заключила Монаган. 19 марта в Европарламенте по инициативе депутата Томаша Поребе состоялась конференция The Future of Via Corporation Caucasian Road Corridor. В конференции в качестве докладчика участвовал заместитель главы представительства Восточной Армении ВИЭС Вартан Саркисян поблагодарил за приглашение и представил разработанную правительством Армении программу «Перекресток мира». Введение армянской стороны, превращение регионов в зону мира и сотрудничество и ожидание привлечения международных партнеров для реализации этого проекта. Как сообщается в сообщении посольства Восточной Армении в Бельгии, был показан видеоролик, рассказывающий о проекте «Перекресток мира», и участникам были розданы информационные материалы о программе. Вартан Саркисян подчеркнул возможные экономические преимущества проекта «Перекресток мира» и то, что может стать вкладом в установление стабильного и прочного мира на Южном Кавказе. Одним из элементов процесса формирования турецкой нации была тюркизация нетурецких мусульманских народов. В этом процессе ислам, наряду с другими важными факторами, сыграл важную роль. Влияние курского либерального движения и межэтнического проживания заметно в требованиях мусульманских наций к идентичности. Работы, проводимые амшенцами о своей культуре и идентичности, предъявлении юридических требований и заявления о себе уменьшают влияние религиозного элемента на восприятие амшенской идентичности. Несмотря на религиозные различия, существует множество традиций, праздников, молитв, верований и культурных элементов, сохранившихся с дохристианских времен, которые сближают амшенскую и армянскую идентичность. С одной стороны, данная ситуация снижает влияние восприятия амшенцев турками, с другой стороны, отталкивает восприятие армянской идентичности, отождествляемой с христианством. Этот процесс вместе с понятием амшенец-турок или исламизированный армянин распространяет восприятие армянина-мусульманина. Телеканал Вестерн Армении ТВ продолжает представлять историю Аширет Эрмени Варто. У главы рода Варто Сиамент Ягбасам было 13 детей, и после смерти жены, которую звали Делал, они оказались в трудном положении. Кроме того, как было отмечено, Аширет Варто был весьма набоженным, детей часто называли именами из священного писания. Предложение армянского священнослужителя дать детям образование было принято с большой радостью. Глава рода Ягбасам послужил примером для своих соплеменников и первым согласился отправить в Константинополь свою 9-летнюю дочь Ракель. Этому примеру последовали и другие члены рода, и 25 курдоязычных детей были отправлены в армянский приют Тузле. Ракель Динг, отправившаяся в Константинополь для изучения родного языка, дабы потом вернуться к своим корням, впоследствии стала женой Гранта Динька. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Гатты Гюхи в союзе амшенцев-хаттик состоялась презентация книг по грамматике амшенского диалекта Хурея Шахина и Махира Эусканна, изданных для самостоятельного изучения языка. Авторы представили общие черты работ, далее провели приятный диалог с аудиторией. Известно, что разногласия, царившие до недавнего времени относительно амшенцев, в большинстве своем ввели к определенному выводу. У присутствующих на мероприятии не было особых сомнений в некогда армянской идентичности исламизированных амшенцев. На этот раз они осознавали, что повседневный разговорный язык, называемый амшенским, был не отдельным языком, а одним из частично забытых диалектов армянского языка, который в условиях изоляции удалось сохранить без письменности и литературы по сей день. Присутствующие обменялись мнениями о долговечности амшенского языка. Известно, что отлучение от колыбели также угрожает сохранению родного языка. Безусловно, еще слишком рано развивать это осознание, поскольку политические мотивы также породили у амшенцев турецкий национализм, и в этой националистической среде не так-то просто сохранить титул армянина. В конце мероприятия у присутствующих была возможность поговорить о различных волнующих материалах и получить новые знания. Анимационно-документальный фильм режиссера Инны Саакян «Рассвет Авроры» удостоился главного приза жюри 16-го фестиваля франкофильмов. Об этом сообщает Национальный киноцентр Восточной Армении. Фестиваль был организован французским институтом Сан-Луи при содействии посоль стран в Франкофонии в Италии. «Рассвет Авроры» – фильм совместно армяно-германско-литовского производства, продюсерские компании «Барс Медиа», «Гербюдерт Бит», фильм «Продакшн», «Артбокс Лайсфал Лайкио», «Клубас». Режиссер и автор сценария Инна Саакян, продюсеры «Вартан Ованисян», «Кристиан Бит», «Жусте Михали Таньте». Фильм создан при научной поддержке института Зоряна на основе архива «Устная история геноцида», совершенного против армян. А в роли Марди Ганян было всего 14, когда она испытала весь сюжет киноцида. К счастью, ей удалось бежать в Америку, где был снят кинофильм о ее жизни, ставший настоящей культурной сенсацией. Фильм, основанный на истории Авроры, в котором она сыграла себя, покорил Америку, сделал ее лицом крупнейшей благотворительной компанией в истории США. Фильм о том, как героиня перенесла жестокие удары судьбы, прошла через боль и горе, не растеряв при этом самого главного способности оставаться человеком. Из завершения новостей послушаем песню «Нумбари Бои». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok